Добрый день! В этом номере ГУДКА на третьей странице читайте о том, что поездка к Байкалу должна быть по карману всем. Сейчас Транссибирская магистраль проходит вдали от Байкала. А раньше, еще со времен строительства Транссиба, она шла прямо по берегу. Называлась она Кругобайкальская железная дорога. Со строительством спрямленного участка она утратила свое стратегическое значение и приобрела значение туристическое. Тут пути подходят прямо к берегу Сибирского моря, конечно, все это очень красиво. Выходит здесь паровозик, буквально паровозик с паром из трубы, вагончики очень удобные. Однако местные турфирмы сейчас очень сильно начали переживать вот из-за чего. Подорожала стоимость проезда и начался отток туристов отсюда. И они, конечно, переживают и хотят вернуть и свои деньги, то есть и позаботиться о самих гражданах, о самих отдыхающих. Для этого они хотят придать статус федерального памятника этому маршруту Кругобайкальскому. С чем мы обратились, с такой просьбой они обратились в местное министерство спорта, туризма и также федерально планируют обратиться. И возможно, и там просьба эта и звучит, чтобы цена на билет, которая подорожала на 50% в последнее время, была сдатирована. То есть, по сути дела, чтобы поездки по Кругобайкальской железной дороге были отчасти социальной перевозкой. Как будет это или нет, пока неизвестно, а пока же Кругобайкальскую дорогу обслуживают 20 человек, монтёров. А в этом году они поменяли 6 тысяч шпал, столько же поменяют в будущем, пока маленькая дорога живёт. Охрана окружающей среды редко относится к первоочередным задачам производственных предприятий. Однако на Октябрьской железной дороге совершенно иная ситуация. Об этом читайте на пятой полосе свежего номера ГУДКа. Об экологических проблемах и их решениях нам рассказал заместитель начальника Центра охраны окружающей среды Октябрьской железной дороги Олег Афанасьев. Решение задачи обеспечения экологической безопасности на полигоне дороги начали с традиционной нехватки финансирования. При подготовке заявок региональных дирекций структурных подразделений в инвестиционные бюджеты в этом году была организована процедура согласования с Центром охраны окружающей среды с обязательным включением затрат на природоохранное мероприятие. Новый формат взаимодействия руководителей дирекции экологов позволил более объективно оценить потребности регионов инвестиций на охрану окружающей среды и определить очередность мероприятий для реализации технической и экологической стратегии компании. В планы Дорожной комиссии по подготовке к зиме впервые за последние годы была включена проверка функционирования системы обеспечения экологической безопасности. В работе комиссии главного инженера дороги при объездах всех регионов и узловых станций приняли участие сотрудники Центра охраны окружающей среды. Проводилась проверка санитарного состояния территории, соответствия природоохранной деятельности предприятий нормам законодательства, эффективность функционирования системы экологической безопасности. Производственным экологическим контролем охвачены все предприятия на полигоне дороги. На некоторых предприятиях эта работа налажена на весьма и весьма достойном уровне. Но в некоторых регионах были выявлены системные нарушения, которые нельзя связать ни с чем иным, кроме, скажем так, традиционного подхода предприятий к существующим природоохранным проблемам. До недавнего времени политика государства в области охраны окружающей среды была довольно лояльна по отношению к нарушителям. И в некоторых ситуациях предприятию было легче принять на себя штрафные санкции, чем менять свой подход к производственной деятельности. Однако в последнее время суммы наказания выросли многократно и теперь работать в штрафном режиме крайне невыгодно. Выплаты должностного лица составляют десятки тысяч рублей, юридического сотни, а деятельность надзорных органов свидетельствует лишь о дальнейшем усилении контрольных функций и росте штрафных санкций. Поэтому экологи считают, что одна из основных их задач – это помочь предприятиям разобраться, как они должны работать, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Четко расписав процесс, подходя к проблеме с точки зрения исполнения законодательства и внутренних регламентирующих документов, с точки зрения менеджмента качества, можно не только охранять природу, но и экономить вполне реальные рубли. Если производственный процесс организован по-настоящему эффективно, нарушения попросту нецелесообразны. Как пояснил Олег Афанасьев, именно на это направлен международный стандарт ISOC-13000, который в этом году внедряется на предприятия главного хода Санкт-Петербург-Москва. Эта система онкологического менеджмента заточена на четкое определение и наполнение реализуемых предприятиями процессов, их негативного влияния на окружающую среду и мер по оптимизации ресурсопотребления. Сертификация идет по главному ходу, но экологи видят свою задачу в подготовке к этому процессу всех предприятий полигона дороги. Крупные пакеты акций Новосибирского стрелочного завода и Московского локомотиво-ремонтного завода будут проданы с аукциона. Решение об этом приняло российское правительство по просьбе Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Владимир Путин. Предполагается, что активы будут проданы по цене не ниже рыночной стоимости, которую определит независимый оценщик. Между тем, по мнению представителя аналитического агентства «Инвесткафе» Дмитрия Адамидова, РЖД может получить за данные активы в общем 3,3 млрд рублей. При этом за акции Московского локомотиво-ремонтного завода РЖД получит приблизительно 1,1 млрд рублей, а за акции Новосибирского стрелочного завода в 2 раза больше, то есть 2,2 млрд рублей. По мнению эксперта, продаваемые предприятия, конечно, не первая грузовая компания, но все равно достаточно интересные объекты, особенно по меркам сервисных железнодорожных компаний. И, соответственно, прежде всего они будут интересны структурам, уже работающим на рынке и в железнодорожной отрасли. По мнению господина Адамидова, у РЖД не возникнет проблем с продажей заводов, так как, например, Новосибирский стрелочный завод – один из крупнейших российских производителей стрелочной продукции для нужных железнодорожного транспорта. Он является основным поставщиком путевых стрелок для РЖД, обеспечивая 60% нужд компании. Московский локомотиво-ремонтный завод также весьма перспективный объект. При этом, по итогам 2010 года, по российской бухгалтерской отчетности, оба предприятия показали прибыль. Эксперт Инвесткафе полагает, что продажа, например, Новосибирского стрелочного завода не будет критичной для РЖД, так как компания является монополистом и все равно остается практически единственным покупателем продукции и услуг этого предприятия. Поэтому стороны просто обречены найти компромисс. Сегодня на страницах нашей газеты вы сможете прочитать о выступлении сборной России на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Наша команда выиграла 4 золотые медали. Это, в общем-то, один из лучших показателей за все время существования российской тяжелой атлетики. Особенно отличились наши девушки, у которых 3 золота победила Оксана Слевенко, которая в третий раз стала чемпионкой мира. Впервые такого успеха добила Светлана Сурукаева. В 2008 году на Олимпиаде в Афинах она была одной из главных претендентов на победу. Однако, как говорят тяжелоатлеты, забаранила начальный же вес, то есть не смогла поднять его. Это стало для Светланы сильнейшим ударом. Она какое-то время не уступала, потом вернулась в большой спорт, много тренировалась. И вот к этому чемпионату мира подошла с таким настроением, пан или пропал. То есть она сама говорила, что если не выиграет золото на этом чемпионате мира, то не сможет победить уже никогда. И вот Светлане удалось это совершить. И она даже установила мировой рекорд в залчке, подняв 117 килограмм. У мужчин золото выиграл только Хаджимура Такаев, который также впервые стал чемпионом мира. Как он сам рассказывал, для того, чтобы добиться этого успеха, он целый год не видел семьи, не ездил домой, не видел братьев, не видел родителей. И, в общем-то, ему за это воздалось. Также следует отметить, что наша мужская и наша женская команда добились права максимального представительства на играх в Лондоне. Однако далеко не факт, что все участники, даже призеры нынешнего чемпионата мира смогут выступить на Олимпиаде. Потому что отбор будет серьезный, претендентов на поездку в Лондон много. И все будет решаться уже, как говорят главные тренеры нашей сборной, дает ригет Салтан Каракотов в самый последний момент на кануне Олимпиады. Редактор субтитров А.Семкин